Ну а сейчас у нас прямое включение. Антра Игубова уже готова выйти с нами на связь, поведать нам о том, как можно согреться сейчас в лютый мороз, она рассказывала. Нет, доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Вот так спортивно мы начинаем его. Но если вы не понимаете, что сейчас происходит, то это действительно футбол. Не знаю, соскучились вы по нему или нет, но это не просто футбол, а разновидность панна футбола. Я сначала, если честно, изначально думала, что панна это вот эта вот конструкция, в которой играют ребята, такой манеж, но оказывается панна это прием, когда нужно пробить как раз между ног. Так в этом и особенность этого вида футбола еще одна особенность, когда ребята играют вдвоем. То есть мы видим не традиционно нашу огромную команду, а видим всего лишь двух человек. Но если спросить, каким образом это появилось в нашем городе, то, конечно же, благодаря неравнодушным красноярцам, а именно благодаря Борису Емельянову, я думаю, что вы все его знаете. Тренер по футболу, наш знаменитый, известный футбольный фристайлер, просто неравнодушный к спорту красноярец. Ребята, попрошу вас ненадолго приостановиться. Борис, доброе утро. Ну, рассказывайте, как такое приспособление появилось в нашем городе и действительно ли набирает оно популярность во всем мире и будем ли мы такими же передовыми игроками? Да, доброе утро всем. На самом деле, да, очень рады, что у нас появилась такая площадка, потому что очень давно были планы развивать уличный футбол, развивать панна футбол в нашем городе. И вот благодаря нашим партнерам, коллегам мы выиграли грантовый конкурс и такая площадка появилась у нас в городе. Ну, а в чем, допустим, преимущество, почему именно этот вид спорта? Мне казалось, что прелесть футбола, наоборот, в том, что гигантское поле. Вот это ты бежишь там 40 лет до этих ворот, забиваешь гол. Чем он привлекателен? Да, здесь немножко все отличается. То есть здесь ты рассчитываешь только на себя, допустим, да, в отличие от футбола, где ты рассчитываешь на команду. Здесь ты можешь развивать именно свои индивидуальные навыки как игрока. То есть у меня футболисты, я тренер по футболу, и мои футболисты тоже играют в эту игру. Она помогает развить именно вот индивидуальное, индивидуальное качество игрока технически. Вот Максим также мой воспитанник, да, является у нас чемпионом города по этой игре. Вот недавно у нас как раз турнир прошел. Помимо этого, ну, здесь ты рассчитываешь только на себя. То есть на команду не рассчитываешь, соответственно, у тебя повышается уровень ответственности. Потом, когда ты начинаешь играть в футбол, это тебе помогает. Да. И помимо этого, это отдельный вид культуры. Ну, то есть у нас с нашей жизни практически ушел уличный футбол. Ну, вот дворовой футбол его сейчас практически нет. И очень трудно молодежь сейчас к этому вернуть. Если мы просто там построим кучу площадок, не факт, что они придут и будут играть, да. А если мы будем постоянно проводить какие-то турниры, то есть завлекать их в эту тему футбола, то, я думаю, молодежь с удовольствием придет к нам и будет развиваться. А давайте как раз у молодежи, наверное, спросим. Подходите к нам, Максим. А вы можете нам пока поиграть, да, продемонстрировать. Мы любим, когда вы там фристайлите. Доброе вам утро. Ну, рассказывайте, как вы пришли именно к панно-футболу? Чем он вас больше привлекает? Изначально это все пошло из футбола. Потом я шел в футбольную секцию, познакомился с Борисом. И как-то он начал продвигать это направление, и я подключился, начал тренироваться. А вот насколько ответственно то, что ты стал действительно первым победителем по этому виду спорта? Что говорят твои, может быть, сокомандники? Как вообще реагируют? Положительно реагируют. Все рады, все довольны. Ну, а ты еще привлекаешь кого-то, допустим, к этому виду спорта? Ну, то есть рассказываешь о нем больше, как-то вообще продвигаешь? Да, конечно, одноклассники рассказываю, друзьям. Ладно, спасибо большое, спасибо вам огромное. Я предлагаю вам продолжить эту игру. И еще раз напомню нашим зрителям, что такая уникальная конструкция появилась в нашем городе. Сейчас пока зима, сами понимаете, уличный спорт, он сложен, ну, я имею в виду в плане футбола. Но летом обязательно эта площадка будет находиться в разных частях города. Поэтому те, кто захотят поучаствовать, обязательно смогут это сделать. Ну, а пока вот мы радуемся, что спорт развивается в нашем городе. Мы все к нему активно присоединяемся. И хочу спросить, в свою очередь, в студии у моих коллег. Вот, ну, наверное, больше вопрос Алексею. Как сыграл бы в такой футбол? Как тебе кажется, личное качество развития лучше, чем вот в команде, допустим, попробовать поиграть? Ну, футбол наше все. И, конечно, вот в этом виде футбол, несмотря на то, что командная игра, там очень много зависит от индивидуальных качеств игроков, которых можно развивать, ну, вот, мне кажется, таким способом в первую очередь. Вообще приятно видеть Бориса Емельянова, который является локомотивом футбольной идеологии в нашем городе. И вот не так давно, 10 декабря, во Всемирный день футбола, в Красноярске прошел первый в истории турнир, как раз, по панно-футболу. Состоялся он по системе плей-офф, собрал 32 участника из футбольного клуба «Тотем», команды-победители Чемпионата мира по футболу среди детских домов. Ребята вновь вошли в историю, теперь они первопроходцы панно-футбола в нашем регионе. Лучшие из них получили памятные призы и подарки. Субтитры создавал DimaTorzok